Конец года. Традиционное время подводить итоги. Внешнюю повестку 2022-го формировали экономические санкции, введенные коллективным западом в отношении России. Внимание же местных экспертов, экономистов, финансистов было сфокусировано на опасениях, связанных с новыми рисками и угрозами. Как российская экономика выдержит торговые и финансовые ограничения? Насколько быстро удастся изменить транспортно-логистический поток? Как в целом ситуация в экономике России отразится на Абхазии? Вопросы и к концу года не теряют актуальности. Как мы и предполагали, российская экономика выдержала вот этот первый удар. Они прошли на удивление всем вот этим европейским центрам, институтам. Они прогнозировали большой обвал для российской экономики. Ну, можно так сказать, военным термином российская экономика вот в этом году победила. Дай бог, чтобы и войну в наступающем 23-м году и на фронтах тоже была достигнута победа. Меры, которые были приняты, они в основном, если делать такие параллели, они направлены на усиление роли государства. То есть произошел отход от либеральной жиночной модели, которая доминировала у нас до этого времени, и у нас, и у них. И вот специальная военная операция показывает, что если не менять модель, то очень сложно вести эту войну, и чтобы экономика еще внутри держала эти удары. Поэтому ученые называют по-разному эту экономику, но чаще сейчас звучит мобилизационная экономика. Адуна Коковна, вот очень часто звучит мнение, в том числе и экспертов российских, что вот это санкционное давление, оно вроде как бы, да, экономика выдержала, но все равно это имеет такой отложенный эффект со знаком минус. Если мы будем говорить на будущее, да, это сложно сейчас. Все зависит от того, как специальная военная операция завершится. Мы же не можем. Это очень взаимосвязано. Поэтому давать прогнозы о том, что когда-то это, ну, в какой степени и когда начнется процесс улучшения, нам сложно. Но здесь может присутствовать и тот момент, который вы отмечаете в будущем. Могут быть какие-то кризисные точки, могут быть, да, где-то в отдельных отраслях это может быть нехватка, допустим, чего-то. Но опять вот этот вот переход, да, уже так вот четко видно, что уже другую модель российское правительство выстраивает. Эта модель как раз и позволит выпрямить, если уже они первые, вот этот самый основной удар они приняли, то, на мой взгляд, они в будущем смогут это подкорректировать, потому что у них есть ресурсы, возможности и управленческие, грамотные, правильные решения, которые формулируется руководством. И все ветви власти работают синхронно. И Дума, и правительство. И вот это дает, конечно, однозначно большой эффект. То, что, к сожалению, чем мы не можем похвастаться. 80% почти внешнеторгового баланса, где экспорт и импорт сравниваем, импорт составляет 8% у нас, почти 75-80% также мы завозим из России. Ценовая политика, которая складывается в России, на нас не могла не отразиться. Но, это надо сказать, к счастью, Россия смогла именно выровнять на своей территории. Вот это за счет внутреннего производства, в том числе и за счет производства нефтепродуктов, от которых мы очень сильно зависим. И в этом плане, что у нас смогли в Абхазии тоже стабилизировать цены на нефтепродукты, на энергоресурсы, я надеюсь, что они также будут на этом уровне, то это дает как раз основание полагать, что цены на продовольственные товары первой необходимости, и на другие товары первой необходимости, в том числе и промышленные товары не вырастут. Ну, мне бы хотелось, конечно, чтобы в большем будущем году больше было внимания обращено на организацию внутреннего производства товаров и услуг, потому что организация – это основная экономическая функция государства. 22-й год, конечно, был сложным, особенно учитывая те события, которые происходят в России, на Украине, международные санкции, которые этапами вводились по отношению к ней. Мы все-таки находимся в рублевом пространстве, очень сильно интегрированы с Российской Федерацией. И, безусловно, все эти события так или иначе сказываются на банковской системе Абхазии. Есть, конечно, негативные стороны этого влияния, есть и положительные стороны. Как и в любом явлении, бывает плохо и хорошо. Значит, очень сложным был период, как и в Российской Федерации, и в Республике Абхазия. Это начало марта 22-го года, когда стали возникать панические настроения, когда мы видели значительный рост снятия денежных средств со счетов. С одной стороны, мы видели эту тему, и, кстати, мы были готовы. Он длился недолго, недели две, но мы справились. Банк Абхазии, в принципе, подготовился к этим событиям, потому что мы уже научены опытом ковидных, вот этих месяцев, когда граница была открыла. Мы готовили ликвидность на случай возникновения нестандартных ситуаций, чтобы как-то поддержать систему на плаву. В принципе, справились. Еще помогло нам смягчить эту ситуацию то, что в марте месяце, в начале апреля, мы наблюдали такое явление, как переток денежных средств с карт российских банков на карты АПРО. То есть многие люди, понимая, что перспективы неопределенные, боясь того, что деньги могут быть заморожены на российских картах на фоне санкционных мероприятий, которые вводились, ну, решили, что в банках Абхазии безопаснее им держать деньги, потому что мы как бы не попадаем под санкции, потому что нас изначально страны Запада не признают, поэтому и санкции не могут к нам вводить. К апрелю месяцу ситуация стабилизировалась, к маю месяца стало бурно развиваться. Это было связано с тем, что в Абхазию стало приезжать большое количество туристов. Для коммерческих банков нашей страны 2022 год оказался удачным. Финансовые показатели всей банковской системы выросли аж в пять раз. В прошлом году коммерческие банки Абхазии, это прибыльные плюс убыточные в целом вместе по системе, заработали 34,6 миллионов рублей, ну, грубо говоря, 35 миллионов рублей за весь прошлый год. В этом году, в 2022, коммерческие банки Абхазии ориентировочно заработают, правда, еще у нас итоги декабря отсутствуют, но уже можно сказать, что цифра будет в районе 150 миллионов рублей. То есть 35 в прошлом году и 150 миллионов в этом году. Это бухгалтерская прибыль, она выросла в пять раз. Если говорить об операционной деятельности, то тоже операционная прибыль в прошлом году была 35 миллионов рублей, а в этом году достигнет 250 миллионов рублей, да, больше, чем в шесть раз выросла. То есть год был очень хорошим для коммерческих банков. Казалось бы, санкции – сложная экономическая ситуация, а коммерческие банки демонстрируют высокие финансовые показатели. Одна из причин – устойчивая работа Сбербанка Абхазии, объясняет Беслан Барателия. В основе, значит, этих результатов лежат две вещи. У нас были изначально прибыльные банки, которые в прошлом и позапрошлом году прибыльными, но у нас в системе изменилась ситуация со Сбербанком значительно. Это сказалось на всей системе. Сбербанк Абхазии выходит из такого затяжного периода нестабильной ситуации, когда он сталкивался с дефицитом ликвидности, когда не было денег, бесконечной очереди. В этом году практически таких проблем нет. Сбербанк Абхазии работает четко, он показывает уже операционную прибыль, которую не было очень много лет. Решил проблему с ликвидностью, у нас практически нет очередей, связанных с выдачей пенсии, как это было раньше. Практически всегда работают банкоматы, за редким исключением, когда технического рода поломки могут быть или отсутствуют связи и так далее. То есть в целом банк выходит из тяжелой ситуации и, безусловно, учитывая, что он является системообразующим банком, всей банковской системы, то это в целом сказывается положительно на финансовых результатах по системе. Высокий денежный оборот указывает на рост внешнеэкономической деятельности и предпринимательскую активность, говорит глава Нацбанка. Если смотреть на оборот денежных средств, которые являются суммой притока денег в Абхазию и тока денег из Абхазии, в прошлом году приток и отток в сумме составляли 97,6 миллиардов рублей. В этом году более 110 миллиардов рублей. То есть рост движения денег, движения капитала трансграничного, приток денег и отток, это связано с активизацией платежей, с активизацией деятельности предпринимательской притоком туристов, то, безусловно, и комиссионные доходы, соответственно, тоже зарабатываются. Это один источник доходов. Второй источник доходов и самый главный для банков – это кредитование. Что мы видим по системе? За этот 22-й год уходящий кредитный портфель по банковской системе увеличился с 4,6 миллиардов рублей до 5,2 миллиардов, то есть на 600 миллионов рублей вырос кредитный портфель. В последний год, можно сказать, найден экономический баланс интересов государства и предпринимательства. В чем это выражается? Это выражается в том, что множество, надо сказать, множество предпринимателей, частных предпринимателей, индивидуальных предпринимателей, которые ранее не стояли на государственный учет, они, я почти уверен, что добровольно встали на учет, потому что, как мы знаем из отчета в Министерстве по налогам и сборам, четко сказано, что поставлены на учет, но штрафные санкции, значительных по ним, не определены. Это означает, что это взаимная договоренность или согласованные действия органов надзора и контроля и предпринимателей. Это, в принципе, хороший факт. Дальше это выразилось, конечно, в удвоении доходов госбюджета именно относительно налоговых платежей, связанных с собственным производством, что это тоже радует. Граждане стали больше доверять банкам и чаще приносить свои накопления. В 2022 году объем вкладов увеличился до 2,4 млрд рублей. Что касается ставок по кредитам, то они остаются высокими, но не настолько, как это было 2-3 года назад. Сбербанк сегодня кредитует главным образом за счет вкладчиков. То есть одни граждане Абхазии приносят деньги в банк под процент, другие граждане Абхазии обращаются в Сбербанк и эти деньги берут под процент. Поэтому чем выше будет ставка по вкладам, тем выше будет ставка по кредитам. Но это с одной стороны. С другой стороны, если резко опустить ставки по вкладам, то есть сделать их низкими, с тем, чтобы дешевые вклады привлекать и давать дешевые кредиты, это приводит к тому, что вкладчики не приносят деньги. Им неинтересно размещать деньги в банке под совершенно низкие проценты. Поэтому этот процесс тоже медленный. Мы поэтапно, потихоньку, на несколько процентов в год опускаем ставки по вкладам. В этом году увеличили? Да. Мы вот в Сбербанке уменьшили до 10-12 процентов. Но ведь в банке находятся средства, которые были размещены ранее под высокий процент. То есть это должно пройти год, два, три, когда вкладчики, которые вносили деньги до 1 августа, изымут их и разместят заново под новый процент. Вот тогда уже можно сказать, что Сбербанк привлек вклады под 10-12 процентов в целом. Весь портфель обслуживается под такую ставку. И как следствие можно будет говорить о том, что Сбербанк может понижать ставки. Проект республиканского бюджета на 2023 год с дефицитом в 1,7 миллиардов рублей у экспертов Центра социально-экономических исследований Абхазии вызвал критические замечания. Бюджет ничем не отличается существенно. Это вот самое основное, этим все сказано. То есть структурно серьезных изменений нет. Можно, конечно, отдельные моменты где-то в плюсе, где-то в минусе, это условно, но мы этот анализ проводим в целом и в процентном соотношении, когда смотрим, то расходы на содержание исполнительной власти превалируют, 51 процент почти от расходов. Я сейчас имею республиканский бюджет. Потом 18 где-то процентов на экономику, национальную экономику и социальная сфера, оставшаяся 18 процентов. То есть вот эти диспропорции, которые мы отмечали, видим, они остаются. И это говорит о том, что инерционный тренд, вот мы никак не можем из этого выйти. Хотя мы приняли программу впервые в Абхазии. Принята программа среднесрочная, называется «Социально-экономическое развитие Абхазии на 2022-2025 годы». Прошли все этапы согласования, в Москве уже ратифицировано. Непосредственно окончательный вариант еще не опубликован, но факт, программа имеется. Мы знакомы с проектом этой программы, на сайте Кабинета министров. Структурно она выдержана. Туда вошли инвестиционная программа, тут и трехлетняя. Туда программа гармонизации с Российской Федерацией. Плюс инвестиционные конкретные проекты по поддержке реального сектора экономики. Вот в целом, и самое главное, есть объемы финансирования, есть целевые показатели, то есть что ждать от реализации этой программы к 2025 году, условно. Но мы тут же, вот этот анализ, вот этой структуры программы тоже нам уже показывает некоторые недостатки. То есть не то, что некоторые, существенные, например. То, что в этой программе нет демографических параметров развития Абхазии. Не попали туда программы реформирования. Нет такого органа власти управления. Самой главной части, как легализовать теневую экономику. И районные, то есть вот эти территориальные программы, они тоже пока отсутствуют. Но мы должны понимать, что программу всегда можно усовершенствовать, исправить, внести какие-то поправки. И недостающие разделы тоже со временем наверняка, будем на это надеяться, что будут не сильны поправки. Проект госбюджета, прежде чем его принят в парламенте Республики Абхазия, ему предшествует разработка программ и планов развития. Это сказано, еще написано, определено в законе 2001 года, который вступил в силу о государственном прогнозировании в программах социально-экономического развития. К этому закону есть внесение изменений о бюджетном процессе и бюджетном устройстве Республики Абхазия. Там четко определен порядок принятия бюджета, рассмотрения бюджета. Как раз любой расход, который заложен в бюджете на 2023 год, в данном случае мы об этом говорим, оно должно быть подверждено конкретным документом, любое мероприятие, я хотел сказать, подверждено. В чем это выражается? Если это касается регионов, то в каждом селе, в каждом районе разрабатываются собственные программы социально-экономического развития или индикативные планы так называемые. Вот как раз там должно быть отражено, куда расходуются деньги. А это собирается по всем районам Абхазии уже в Республике Абхазия и по городам и районам Республики разрабатывается уже годовой индикативный план. Но у нас годовой индикативный план, к сожалению, отмечаю, разрабатывается по старой схеме, в которой только цифровые показатели, какие мы должны достичь результата и так далее. А вот в нем должно быть определены, указаны четко, какие мероприятия необходимо осуществить в данном периоде, в данном случае на 2023 год, какие структуры власти за это отвечают, несут ответственность. И какие сроки реализации в итоге года будут по кварталам разбиты. Вот когда вот такого рода документ будет лежать в парламенте вместе с проектом госбюджета, тогда не будет вызывать нареканий любой проект бюджета. Растет доля теневого сектора. По экспертам оценкам, его объемы более 60%. Масштабы настолько серьезны, что теневая экономика ощутимо влияет на все процессы – социальные, экономические, политические. У него сектор стал с такой скоростью уже наступать, все время сужает легальную экономику. И здесь речь не идет о том, что наше ВВП формируется государственным сектором всего на 20%. Это тоже уже, скажем, отклонение. Но практика и наши экспертные оценки, оценочные подходы нам говорит о том, что если 8 лет назад, нет, извините, 10 лет назад, в 2012 году 50-52% от ВВП показывали наши расчеты, долю нелегальной экономики, то сейчас 62-63%. Поэтому здесь такой вот комплексный подход, о котором все время говорим. Нужен обязательно комплексный подход для решения этой задачи. Был же принят закон о кассовых аппаратах. По-моему, мы с вами как раз этот вопрос тоже проговаривали в свое время, когда правительство приняло постановление о предельных ценах на жизненно важные товары. Это вот тоже было, кстати, в этом году. И там же мы с вами отмечали, что пока вот этими не заработали аппараты, очень сложно будет нам с вами и вообще любым государственным структурам сложно будет реализовать на деле и проконтролировать обороты. Торговля показывает, что у них прибыль, вот по последним данным, от 3 до 6%. Даже поверхностный самый первый показатель уже мы сразу видим, какие объемы теневой экономики в этой сфере. На фоне санкционного давления как никогда актуализировалась тема продовольственной безопасности и обеспечения внутреннего рынка местной продукции. Между тем, эксперты с сожалением констатируют, никаких принципиальных изменений в ведущих отраслях экономики, в том числе сельском хозяйстве, ожидать в 2023 году не стоит. Туристический сезон в плюсе, скажем, то есть продемонстрировал положительную динамику. А туризм ведь тянет и другие смежные отрасли. Это общепит, это транспортные услуги, это торговля та же самая. То есть вот это положительное в 2022 году. Но у нас же в Абхазии ведущие отрасли, да, туризм, но есть еще и главные, также они все взаимосвязаны, это сельское хозяйство и энергетика. А здесь этот год мы так и прогнозировали, в принципе, что ну раз меры антикризисные не приняты, просто системный кризис означает, что сами крестьяне условно при всем их желании не могут своими действиями вывести отрасль из кризиса. Точно так же сами энергетики, какие бы они профессионалы не были, что такое системный кризис. То есть они не могут сами справиться и справить вот это положение в энергетике. Ну и 2023 год тоже не хочется такие прогнозы, но мы же с вами должны быть объективными. Так вот, исходя из нашего бюджета, финансирование энергетики увеличивается на 50 миллионов. Значит, мы можем же прогнозировать, что никаких особых изменений и вот эти все, что мы с вами сейчас имеем, веерное отключение, графики и так далее, это все останется ближайшим. А про сельское хозяйство уже столько лет мы говорим, что если мы финансируем целую отрасль менее 1% из года в год 100 миллионов, в 2020 году вообще было 15 миллионов выделено, и на 2023 год опять записали эти 100 миллионов, ну конечно. И вот этот год что нам показывает? Впервые вообще за старожилы не помнят, что у нас не было неурожая, кукурузы. То есть, можно сказать, даже дефицит. Самая основная продовольственная культура для Абхазии – это вот наши поездки в села, наша информационная база. И в этом году мы получили вот такой кризис, добавился вернее этот. Второй сейчас мы в нашем разгаре цитрусовый сезон. Это же самое основное, скажем, такое советское наследие, которое мы еще как-то сохранили. И после войны цитрусовая отрасль 40-50% бюджета формировалась за счет цитрусов. Но мы же опять после признания, уже после 2009-2008 года, мы опять не стали вкладывать в отрасль. И теперь абсолютно разрозненные домашние хозяйства, где имеют 3 тонны, кто-то 6 тонн, 7 тонн, 200 килограмм. И получаем парадокс, вот который мы и называем институциональным кризисом. Парадокс, когда нет, вот во всем мире проблема какая? Это сбыт. Или отсутствие продукции, или отсутствие рынка сбыта. У нас есть все. Сама продукция есть, на нее спрос есть в российских рынках, потому что Россия сама завозит в больших объемах, импортирует эти цитрусовые. Наша задача, вот мы 30 лет не можем довести, организовать здесь и довести до российского потребителя наши мандарины. Радует то, что сельское хозяйство, на него обращают внимание в последнее время. Но не нравится, мне прямо скажу, то, что 100 миллионов тоже немало для наших сел Абхазии, что индивидуальным, конкретным, единичным хозяйством выделяют, крестьянским хозяйством или одному жителю. А мы давно говорим о том, что политика государства в селах должно быть организована в направлении организации коллективных государственных хозяйств с участием сельчан и государства. А государство, как раз если может софинансировать, оно и делает. Вот эти суммы, которые выделяются, 100 миллионов рублей, если хотя бы в 10 селах Абхазии будут построены мини-производства по переработке местной продукции, в которой больше всего нуждаются наши крестьяне сегодня, потому что мы видим их обращение постоянное, что продукция, которая выращивается, не находит спроса на рынке. Это если сельхозпродукция, айпофрукты, они вообще гниют. И цитрусовых касается, и других-других видов культур. В этом плане, если бы в ближайших селах Абхазии, многократно мы об этом говорим, были бы построены мини-цеха, мини-заводы по переработке местного производства, не только по переработке, но и сборы, и заготовки тоже взят на функции на себя, тогда у наших как раз крестьян было бы меньше забот, меньше бы они думали о том, как реализовать свою продукцию. И когда один год это попробовать можно, как практики, да, и люди будут заинтересованы больше производить и сдавать свою продукцию уже государственным структурам. Если не хуже, то лучше не будет в энергетической отрасли. Опасения экспертов подтвердились. Увеличение тарифов без повсеместной установки приборов учета и собираемости долгов принципиально ничего не изменили в отрасли. В энергетику нужно вложить серьезные ресурсы. Деньги найдутся, если сократить расходы на содержание госаппарата, предлагают эксперты. Все мы говорим, что приоритет энергетика, а мы уже приводили, что на 23-й год в энергетику добавили 50. Вот если было 100 миллионов, стало 150. А скажите, сколько добавили на содержание государственной структуры, например, ГТК Республики Абхазия, Государственного таможенного комитета? Им добавили 72,5 миллиона рублей. На содержание исполнительной власти, не включая Министерства обороны, не включая МВД, СГБ. Мы же понимаем вопросы безопасности на первое место, поэтому эти структуры не будем включать. И без этих структур у нас уходит 70%, 3 миллиарда с лишним на их содержание. 70% от собственных доходов бюджета на 2023 год, республиканского бюджета. Программа социально-экономического развития на 2022-2025 годы предусматривает развитие реального сектора экономики. Это дает большие надежды на позитивные сдвиги в экономике. Ну и как же без согласия в обществе, отмечают эксперты. Впервые сейчас добавили на 2023 год в бюджете поддержка, государственная поддержка отраслей, мы называем реальной экономики, то есть сельского хозяйства, промышленности, туризма. 180 миллионов. Еще дополнительно будет профинансировано именно развитие отдельных отраслей Абхазии. Не инфраструктурных объектов, а реального сектора экономики. Мы все равно очень надеемся, что именно будет сделан акцент на реальный сектор экономики. Деньги-то выделяются, но главное с умом их потратить. Эта программа предполагает конкретные сроки, перечень этот присутствует, кто должен выполнить. И наверняка, раз Россия будет, если финансов финансировать или финансовую поддержку оказывать, то, мне кажется, и контроль с этой стороны будет. И очень на это надеемся. И если санкционные... Может, и санкции, в принципе, в одночасье не снимут, может, даже и останутся, все равно мы должны ориентироваться на российскую экономику. Потому что любые изменения там обязательно будут сказываться и на нас. И если... И главное, чтобы мы вовремя смогли перенять вот то хорошее, сильное инструменты, которые они применяют, чтобы и мы воспользовались и смогли применить у себя в развитии нашей экономики. Если сравнить последние два года, как у нас складывается экономическая ситуация, в принципе, прогнозы, они могут быть позитивными. Позитивными в том случае, несмотря ни на какие санкции, несмотря ни на другие внешние факторы. Самое главное условие для того, чтобы прогнозы были успешными, это внутреннее согласие общества. И в этом плане, я считаю, очень большая ответственность лежит на власти, на властей. Потому что у нас есть разные партии, движения, они нужны, не нужны. Как сложились это, я не осуждаю. Но главный вопрос должен находить именно точки соприкосновения, взаимный баланс интересов. Но при этом у всех участников политического процесса, я хочу сказать, должен быть приоритетом общенациональные интересы. Общенациональные интересы, они выражаются в безопасности граждан, безопасности самого государства. В военной сфере мы должны обеспечить обороноспособность. Много-много чего нужно. Но и социальные функции государства, и в этом плане ответственность и предпринимателей, и государства, оно получается равное. В банковской системе мы запаслись жирком, стабильностью. У нас есть ликвидность, которую мы накапливали на всякий случай, на случай кризисов, на случай панических настроений, чтобы люди понимали, что за банками стоит государство, в первую очередь за Сбербанком. Особенно вкладчики, которые есть там, они должны понимать, что что бы ни произошло, их деньги в надежности, что государство отвечает. И это самое важное. Что мне еще кажется, следующий год тоже будет хорошим, как этот, поскольку вот из... Я, конечно, говорю, нету плюсов и минусов. Минусы сопровождаются с плюсами. Да, вот санкционное давление на Россию, там сложности с выездом, например, в Евросоюз, приводят к тому, что многие туристы и не поедут в Европу, кто-то поедет в Абхазию из них. То есть поменяется и структура потоков туристических, и на этом Абхазия тоже может заработать. Безусловно, будут сложности с платежами, как мы видим, но все равно найдутся альтернативные каналы перемещения денег. И такой... Это же не просто банковский проект, приток людей, приток финансов, он же будет и стимулировать развитие экономики. Развитие экономики в целом. То есть через приток денег, через увеличение кредитного портфеля. Да, понятно, это не гигантские суммы, это не иностранные инвестиции многомиллиардные. Но тем не менее, 600 миллионов, полмиллиарда рублей, на которые нарастился кредитный портфель и 300, около 300 кредитов, которые выданы юрлицам в этом году. Но ведь это тоже своего рода инвестиций в экономику, они тоже будут способствовать дальнейшему экономическому развитию. Из-за специальной военной операции на Украине спрогнозировать, каким будет 2023 год, задача не из простых. Из очевидного, инфляционные процессы продолжатся, геополитические риски остаются, экономического роста не ожидается. Ну что для Абхазии? Удачный туристический сезон показал, у республики есть возможности развиваться и самостоятельно зарабатывать. Конечно, если с умом использовать изменившиеся геополитические реалии и добившись прежде всего снижения уровня коррупции.